Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самараги. Всех приветствуем и рады вас пригласить в наш сегодняшний разговор, потому что тема для многих может быть кажется какой-то непонятной, удивительной и может быть даже абсурдной. Звучит она как, вот собственно так, что такое прокачка. Сегодня в нашей студии ребята, которые расскажут нам, что такое прокачка, а также поведают нам, что за революцию в мире самарского шоу-бизнеса они собираются после этой самой прокачки осуществлять. 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, задавайте вопросы, может быть вы тоже были на прокачке, может быть вы кого-то узнаете сегодня из тех, кто будет присутствовать в нашей студии, звоните, будем рады с вами пообщаться. Ну и для вас заготовлены подарки, конечно же, это билет на прохождение квеста от Quest Time, подарочный сертификат на приключения для двоих, что там будет, не могу сказать, потому что секрет. Ну и сертификат на один час игры, боулинг от планеты боулинг, тоже будет разыгран в ближайшее время. Звоните, я же представляю вам наших сегодняшних гостей, это люди, которых вы может быть видели, слышали, которых вы любите, я надеюсь, и может быть где-то встречали на каких-то мероприятиях в Самаре и не только. Итак, давайте знакомиться с нами здесь Артем Островский, Артем, добрый день, Вячеслав Лыков, здравствуй, и Денис Георгиевич, добрый день. Я даже стесняюсь спросить, что, может быть, кто возьмет на себя такую смелость и рассказать нам материальную часть, что же такое прокачка? Артем? Прокачка это такой замечательный интересный хэштег. Я каждого спрошу, вы готовьтесь. Да, такой замечательный интересный хэштег, и самое главное, это замечательное интересное мероприятие, которое придумал один московский ведущий. Очень популярный, очень в Москве известный, ведет крупные, очень достаточно корпоративные мероприятия, свадебные вечера в России и за границей. Решил поделиться опытом, решил рассказать всем, что свадьба это не только какой-то заработок, да, вот тамада ведущий и так далее, это еще должно быть обязательно интересно и нам самим. И сделать, может быть, эту услугу гораздо качественнее, у него есть желание, но, по крайней мере, в рамках Российской Федерации это точно, в целом, не только Москва. Что-то подвох какой-то. Лучший ведущий России делится опытом с другими ведущими России, составляющими какую-то конкуренцию. Слав, как? На самом деле, я считаю, что если ты один из лучших, да, и стараешься сделать рынок лучше, то в результате это будет лучший результат для тебя. То есть ты будешь делать больше для того, чтобы твоя профессия, а мы уже можем называть профессию ведущим, да, именно профессией, да, профессионально к ней относиться, она будет лучше. На самом деле, если конкуренция растет, мы тоже растем. На самом деле, если конкуренция растет и рынок расширяется, мы учимся зарабатывать больше, становиться эффективнее, интереснее, и это развитие в целом. Это такой пинок, поэтому, может быть, и есть слово прокачка, да, то есть, чтобы именно прокачаться информацией, прокачаться новыми идеями и расшевелить вот этот бизнес, сделать эту профессию не просто дополнительно доходом, а именно профессией с большой буквы, да. То есть основная работа. Для нас, для многих, это основная работа. Мы больше ничем не занимаемся, мы хотим сделать... Лентяй. Лентяй? Спасибо. Надо на завод. Кажется так, на самом деле, что это все очень просто. Нет, вот мы поговорим об этом, конечно. Денис, это для тебя прокачка, что же все-таки такое? Ну, я опять же, как это правильно делают на банкетах, присоединимся к словам, уже говоришь. Но и серьезно, на самом деле, прокачка, это, на мой взгляд, уже назрело, некая тенденция времени, потому что действительно огромная уже конкуренция, но эта конкуренция задается, как правило, из огромного количества молодежи, которая видит ведущих, которые организуют, ведут мероприятия, пытается сделать так же, но пока еще не знает как. И, скажем так, чтобы те люди, которые хотят войти в это дело, действительно уже профессию, они правильно понимали, что это не просто действительно с бухта барахта можно прийти, взять микрофон, несколько там анекдотов рассказать. А некоторые так и думают. К сожалению, да. У меня есть пример по этому поводу. У меня друг один, как-то вот у него были трудные времена с основной работой, он мне позвонил и сказал, Артем. Дай пару конкурсов. Дай пару конкурсов, да, я хочу быть ведущим. Ну, я говорю, давайте задам один вопрос, а ты для себя уже сделаешь выводы. Я ему задал один простой вопрос. Ты хочешь, говорю, связать с этим жизнь? Он задумался. Телился, Артем. Ну, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте мы с вами немножко поиграем, разыгрываем билет, сертификат на посещение боулинга, планета боулинг, час игры для большой веселой компании, абсолютно бесплатно, на мягких зонах, крутые дорожки. Смотрим на экран и увидим сейчас там фотографию. Может быть, у вас найдется какой-то комментарий к этому фото. Звоните, придумайте что-нибудь смешное, веселое в стихах, в песнях, в часушках. Я не знаю, может быть, станцуете нам. В любом случае, ждем ваших звонков. Ребят, ну, вот так вот, разминочное. Что это? Что бы это значило? Ну, по-моему, у них в руках арбузы, если я не ошибаюсь. Гениально, это я уже догадываю. Отлично. Вот. Ну, мне кажется, это была бы вообще неплохая такая реклама каких-то средств для увеличения губ, да, там, где наполнение ботокса, рта, может быть, увеличение, да. Может, кто-то хочет. Это прокачка своеобразная, да? Прокачка рта, причем главное, основное лицо, это должна была быть Джулия Робертс. Ага. Вот, может быть, там и есть, друзья, звоните. Может быть, да. 202-11-22. Предлагаю посмотреть фотографию с вашего мероприятия, потому что много знакомых лиц вы там увидите, расскажете мне вообще, как это происходило, где это было. Собственно, что это за человек, который вас там собрал, почему вокруг него столько шума, фото, вот, Артем. Что с тобой там сделали, Артем? Здесь я как раз подготавливаюсь к съемке, то есть я взял салфеточку влажную, было очень жарко, потому что это бизнес-центр Волгоплаза. Отличный вопрос. Чего я хочу, какой я, почему я лучше? Это было в режиме, Денис, расскажи, в режиме семинара какого-то, в режиме мастер-класса? Я бы сказал, что здесь Денис выступил, вот как раз Денис, человек в синем пиджаке, это Денис Решетов, как раз спикер наш, в роли уже тренера, даже не ведущего. И, пожалуй, действительно получился серьезный настоящий тренинг, который позволил нам, ну, действительно поработать и в командах, и индивидуально были и какие-то интерактивные запросы, где мы могли бы как-то, ну, поработать, ну, скажем так, над какими-то невыявленными нашими, неосознанными желаниями, способностями. То есть здесь Денис действительно провел огромную подготовительную работу для того, чтобы уже на самом тренинге мы в безумной динамике, двигаясь, практически действительно, как сказала Слава, из себя прям выкачивали информацию. То есть, что здорово, что человек действительно совершенно откровенно напрямую в рамках нашей профессии побеседовал и с нами, и, соответственно, дал какие-то, ну, скажем так, из своего опыта примеры для того, чтобы мы действительно смогли приподняться на следующий какой-то уровень, вырасти на следующую категорию. И основной посыл именно прокачки, именно портала проведения, который Денис как раз и организует, это действительно, чтобы все одновременно переходили на качественно новый уровень, выше, чтобы избавиться от мнения наших чудесных клиентов о том, что ведущий – это халтура. И можно добавить, чтобы, наверное, еще, вот как в случае с другом Артема, да, каждый человек, который пытается прийти в эту профессию, еще, может быть, сомневается, все-таки задал себе этот вопрос, готов ли ты связать с этим жизнь, и ничего страшного, если он отсеется, то есть, может быть, это и к лучшему. Потому что, ну, было много новых ребят, вот, и Денис Решетов, он, ну, как бы, реально пытался и их тоже прощупать, и, как бы, поймать на этом, что, ребята, подумайте, потому что это большой труд, это не просто подготовился к мероприятию и отвел его, это постоянная работа. Особенно хотелось бы отметить, вот еще, вот это слово «прокачка», да, оно звучит же достаточно жестко, так, грубо, да, в какой-то степени. То есть, все представляют сразу себе какое-то железо в спортзале и качаются. Мы даже потом шутили, юморили, когда этот хэштег вывели, по этому хэштегу определялись фотографии спортзалов, то есть, как там прокачиваются люди. Но он выбран не случайно, и та подача, с которой Денис Решетов все это делал, вот, мне особенно понравилось то, что это было простым, доступным языком, иногда жестко. То есть, он мог человеку указать прямо на недостатки в самой жесткой форме, и это воспринималось на ура. Ну, можете какими-то примерами это проэллюстрировать? Пожалуй. Я боюсь, это не для эфира, да. Ну, вот смотри, ты в Инстаграме у себя писал, что ты уже там используешь какие-то приемы. Да, я использовал приемы на двух своих встречах, и я даже больше скажу, я использовал прием, ну, самое главное, то, что первое, наверное, мы запомнили для себя, то, что ведущий должен решать сверхзадачи. Ведущий должен не разруливать какие-то спорные... Не решать проблемы. Да, не решать проблемы, а он их должен предотвращать. Сосознавать. То есть, да, создавать вообще, это замечательный ведущий, кстати, далеко пойдет. И поэтому я вот на своей встрече на одной и на второй применил вот эту вот замечательную тактику, то есть я постарался как можно больше уделить внимание своим клиентам и рассказать о том, что элементарный welcome, вот welcome drink, когда люди просто собираются, сбор гостей, фуршет, что он жизненно необходим, о чем очень сильно и долго объяснял нам и рассказывал Денис. Общение с народом, то есть прежде чем войти в зал, я должен знать уже, ну, добрую половину этих людей практически по именам. И вот только тогда я буду абсолютно своим ведущим уже на этой свадьбе, на этом корпоративе, на этом дне рождения. И это работает. Вот я это могу сто процентов сказать всем, кто сейчас смотрит, всем, кто хочет свои силы попробовать, всем, кто не верит. Такой бесплатный совет сейчас. Бесплатный совет, да. Записывайте. Пробуйте все новое, пробуйте все новое, но если у вас есть с кем посоветоваться, посоветуйтесь, если вы не ходили на прокачку. Кто не был на прокачке, друзья, сочувствуйте себе и, собственно, черпайте, черпайте советы от наших сегодняшних гостей. 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы вновь и вновь обращаемся к нашему фотоконкурсу, что-то как-то вы притихли, давайте ждем ваших звонков. Билет на посещение боулинга, целый час игры в большой компании можно обрести, победив как-то, может быть, в этом конкурсе, придумать какую-то интересную подпись. Звоните 202-11-22. Я предлагаю сейчас обратиться к нашим зрителям, и потом будет у меня тоже с вами интересный вопрос, интересная беседа. Какой самый, может быть, неожиданный подарок вам приходилось получать? Ребят, есть какой-то такой вот ответ? Что-то интересное? Может быть, что-то невероятное вам дарили ваши клиенты, молодожи? Частливые клиенты. Дарят ли вообще что-то, кроме того, что как бы ваши там зарплаты и так далее? Бывает, знаете, как вот самый простой вариант подарка – это покормили. Это уже подарок, да. Потом следующая категория – вкусно покормили. Вкусно покормили. Горяченькие. Третья категория – горяченькие. То есть не просто бизнес-ланч, а практически как на персону заказывают иногда, да. И завернули. Но это совсем не обязательно, не в этом даже дело. Но тут дело скорее именно в отношении. Это человечность просто. Это значит, что ты уже действительно приятный, близкий человек. Заказчик абсолютно не обязан кормить ведущего. Поить. Поить его, да, и так далее. Потому что мы это можем все сделать сами. Но если у них душа к этому расположена, никто не отказывается, мы скажем спасибо. Про подарки. Ну, как правило, самое частое явление – это в конце мероприятия бутылочку чего-нибудь вручает нам заказчик. А алкогольного, и это очень приятно, независимо от того, употребляешь ты алкоголь или нет, это может просто дополнить твою домашнюю коллекцию. Как правило, на свадьбах бывает достаточно хороший марочный алкоголь, и это приятно. Если они это делают, то они это делают от души. Когда человек делает от души, ну, сразу как-то хочется ему верить и дальше поддерживать отношения. Здорово. Ну, мы сейчас зададим этот вопрос, уже задали этот вопрос нашим зрителям, нашим горожанам. Какие ответы мы получили, давайте сейчас посмотрим, а потом вернемся в студию. Ждем ваших звонков 202-11-22. Будем продолжать говорить о прокачке. В этом году мне очень понравился сюрприз моей подруге. Она, ну, типа опоздала, но пришла на 10 минут позже, включила музыку громкую, и шарики надула, и подарок сама сделала. То есть мыло, ручной работы было, и серьги тоже ручной работы. То есть она это так классно преподнесла, и все, сама коробку сделала. Это было для меня сюрпризом. Я вообще не ожидала. Ну, таких оригинальных подарков не было. Быть может, сами что-нибудь оригинальное дарили? Нет. Ну, в основном мы ограничиваемся деньгами. Как подарим, так и подарим. Ну, это билет на самолет. Подарок такой. Вот. Недавно был подарен. Такой подарок. Один раз мне друзья устроили на день рождения сюрприз. То есть они как бы на дверь лепили пленку, и в дверной проем засунули шарики. В общем, когда я проснулся, я открыл дверь, и на меня выслула куча шариков, и они еще хлопушь сорвали, и музыка. В общем, это было вообще очень здорово, очень красочно ярко. А сами оригинальные подарки любите дарить? Нет, у меня не такая хорошая фантазия для этого. Больше мои друзья, вот они все с хорошим воображением. Креативненькая. Знаете, даже не вспомню. Я уже старенькая, как бы, это тяжело вспомнить. Но креативненькой редко вообще дарят. У меня друзья все такие, некреативные, поэтому нет. А какой самый традиционный подарок? Самый традиционный? Деньги. Самый традиционный подарок – это деньги. Что такое прокачка, выясняем сегодня. Здесь в студии универсального формата, 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам сегодня в нашей студии. Я не побоюсь этого слова, и пусть меня кто-то там поругает. Одни из лучших ведущих нашего города. Они сейчас будут доказывать это всеми доступными способами. Вытаскивать кроликов из карманов и так далее. Мы на фото с вашего мероприятия видели на экране. Он меня очень зацепил, этот вопрос. Сейчас, видимо, ваш ведущий, ваш тренер рассказывал самый распространенный вопрос, который задают молодожены, какие-то заказчики и так далее. За что мы платим такие деньги? Или почему так дорого? Почему так? Ого, да это я, наверное, сейчас там какую-нибудь знакомую по завону нам проведет в 2-3 раза дешевле. Как адекватно вот это объяснить? Что может быть сейчас кто-то? Сезон свадеб, люди готовятся. Мне кажется, объяснить это вполне нормально, потому что каждый человек, покупая какую-то услугу, в первую очередь, если человек адекватный и он старается для себя, хочет, чтобы у него было все хорошо и здорово, он готов заплатить деньги за качество. Здесь абсолютно такая же ситуация, хотя это не материальная вещь, это услуга. Есть категория людей, которых интересует только цена. Да, и есть категория людей, которых интересует только цена, которые ставят своим приоритетом сэкономить. Но если человек хочет сэкономить, он должен быть готов, что и результат этой услуги он будет не такого качества, как будет результат услуги, которые стоят дороже. Хочется сэкономить на свадьбе, делайте роспись в ЗАГСе, ужинаете с родителями и едете отдыхать в Испании. Это, кстати, экономия. Это кажется, что дорого, но дороже делать свадьбе. Да, отвечаю на этот вопрос своим принципом. Либо делать хорошо, либо не делать никак. Ребят, не надо пытаться сделать праздник в 2-3 раза дешевле, он просто не получится хорошим. Посидите дома, посидите на даче, я не знаю, соберитесь, купите еды. Ты хотел, пожалуйста, в комментариях. Это как бы откровенно, на самом деле. Соберитесь, купите еды, потому что вы этого никогда не делали. Не понимаешь просто, зачем люди тебя обращают. На самом деле это большой труд, почему дорого, потому что тяжело, потому что это профессия, потому что это не просто пришел, подержал микрофон 6 часов в руках, потому что это подготовка к каждому гостю, это индивидуальный подход практически. То есть халтура в любом случае здесь не прокатит. А, встал на что-нибудь сказали. Халтуру сразу увидят просто. Да, халтуру сразу увидят. Наверное, есть люди, которые готовы работать там за минимальные деньги, они считают, что они работают, но у нас как бы немножко другой уровень, и мы относимся к этому более профессионально. Мне кажется, в этом главное отличие. Сколько нужно готовиться к свадьбе? Ну, мало того, что мы, как говорится, встречаемся несколько раз с клиентами. То есть мы видимся первый раз, мы составляем какое-то первичное мнение друг о друге, видимся второй раз для того, чтобы обсудить какие-то детали, видимся, возможно, третий и четвертый раз, чтобы обсудить более мелкие детали. И только когда все точно уже готово, мы, возможно, проводим еще одну контрольную встречу, чтобы точно уже все устаканилось. Это, как минимум, вот несколько таких подобных встреч по несколько часов, очень динамичного, плотного разговора, беседы, потому что в данном случае и заказчики тоже с нами в сотрудничестве, да, то есть для того, чтобы сделать мероприятие солидным. А кроме всего прочего, потом, как Артем не даст мне соврать, еще огромное количество общения в онлайне, почта. Ну да, ВКонтакт, СМС, Вайбер сейчас есть еще, Ватсап, вот я тоже не так давно узнал об этих замечательных приложениях, не всегда успеваю отслеживать, что туда приходит, но тем не менее, ну я своих всех клиентов прошу ВКонтакте, наверное, общаться, потому что самая раскрученная такая сеть. Вот, а действительно там исписывается просто миллион букв только на одну пару, ну потому что действительно надо все утвердить. Мы прекрасно понимаем каждую пару, которая хочет жениться. Прекрасно, потому что это день, скорее всего, такой единственный и главный в их жизни. Ну дальше будет рождение детей и так далее, надеемся, что они будут жить долго и счастливо вместе. Вот, и поэтому они к нему готовятся, вот, ну как в последний раз, вот действительно надо отгулять прям по полной программе, чтобы все было без сучка и задаринка. То есть вы прям все рассказываете или оставляете какие-то нюансы для себя, чтобы не было, потому что многие просто полный сценарий. Мне кажется, все по-разному. У каждого, наверное, свой подход. Я никогда не рассказываю весь сценарий, да, есть какая-то концепция, структура, может быть тайминг. Общее положение. Общее положение, да, может быть какие-то моменты, которые вот очень важны. Я сейчас стал тоже больше уделять при встрече вот на эти моменты внимания, на организацию, на предотвращение проблем, кто где как сядет, да, чтобы было комфортно и так далее. Но весь сценарий рассказывать, наверное, не имеет смысла, потому что это просто очень сложно рассказать конкурс, если человек его не видел. Словами. Да, писать его вообще невозможно, то есть просто написать на бумаге хороший конкурс и дать другому человеку, он посмотрит и скажет, что это чушь. Вот, можно рассказать эмоционально при встрече, но в результате, когда человек его увидит, это все равно будет другой результат. Поэтому, наверное, прям вот досконально смысла нет, но нужно уметь просто грамотно выстраивать свою беседу, чтобы человек понимал, да, что такое welcome, что такое традиции, что такое грамотная рассадка, что такое конкурсы, в каком они пройдут ключи и формате, и дальше он уже, в принципе, готов принять решение. И пусть никто не боится слова конкурсы, его хотелось многим уже там забыть в какой-то конкурсе. Это сразу карандаш в бутылку или... Танцы на газетке. Танцы на газетке. Или яблоко по штанам. Или яблоко и с яйцом по штанам. У нас уже половина свадьбы. То есть мы сейчас накидали сценарий начинающему ведущему. Вот, на самом деле, никто не должен бояться слова конкурсы. Слово конкурсы можно спокойно заменять на слово забавы, игры, розыгрыши, интерактивные мероприятия от ведущего. Все это конкурсы. Все равно конкурсы. На самом деле, да. Потому что где-то есть соревновательный процесс. Соревновательный момент. Кто-то делает так, чтобы обязательно побеждала какая-то команда, и обязательно надо сделать так, чтобы и другой команде было не обидно. Несмотря ни на что. Ну да, принципиальная позиция, чтобы всем обязательно было хорошо на этом мероприятии. Никто не подрался. Мы команда. Мы команда на начальном этапе с молодоженами, потому что всегда прислушиваюсь к тому, что они говорят. Даже если мне хочется что-то изменить, мы это делаем очень плавно и аккуратно. И мы команда с теми людьми, которые на этом банкете присутствуют. Потому что если какой-то гость будет чем-то недоволен, он в том числе может и испортить настроение нашим молодоженам. А это уже проблема. Да, кстати, насчет этого. Есть ли, вот я у Дениса хотела спросить, твой собственный рейтинг, чего не хотят современные молодожены на свадьбе? Ему не хотим. У каждого. И вот такой топ-5 или я не знаю, что-то мы сейчас... Про топ не надо. Скорее, чарт, который постоянно обновляется у каждого. Я, пожалуй, думаю, что наверняка это определенные песни. То есть такое пожелание, то есть стоп-лист, черный лист, черный лист. Да, чтобы, не дай бог, этого не прозвучало на мероприятии. В принципе, усредненно они у всех примерно сейчас одинаковые, слава богу. Мы же не будем называть? Нет. Слава богу. А то прицепиться на весь день. А то у меня от одного названия даже. Потом, опять же, это какие-то действительно игры, которые мы только что по-выстрому вот так вот накидали начинающему ведущему. Сразу нет. Да, опять же, это какие-то определенные обрядовые вещи, которые и на юбилеях, и на свадьбах сейчас люди стараются от них избавляться. Они утрачивают актуальность, что ли? Мы немножко в современном обществе уже живем. Да. Даже по большей части. Есть некие вещи, которые, ну, так или иначе делаются, но они уже преобразовались. То есть есть такая некая деформация и традиция обрядов, чтобы они становились более светскими, быть может, переигрывались определенным образом. Я так давно не была на свадьбах, и я даже не знаю, что сейчас там происходит. Юля, так приходи. Приходи посмотреть. Сходи к кому-нибудь обязательно. Выбирай день, мы назовем тебе свои свадьбы, да, ты посидишь диджеем. Я даже больше скажу, если мы скажем любому клиенту, что у них на мероприятии будет ведущая с канала ГИС. Все. Ты будешь сидеть с ними за столом, с молодоженами. И наслаждаться. Нет, ну просто интересно, вот это вы говорите, какие-то традиции отходят. Ну вот что, например, сейчас не модно делать? Ну, любой сбор денег сейчас стал уже каким-то неактуальным. Да, раньше все бабушки и тети ждали, когда наступит момент, и мы будем собирать. Развернуть девушки? Девушки, там, за мальчика, за девочку. Или посчитать, сколько же подарили молодоженам. Или вот это дарят конвертик. И вытаскивают по купюре. По купюре вытаскивают. Вот это тысяча рублей, за нее, пожалуйста, целуйтесь. Вот за вторую. Кстати, по поводу целуйтесь. Есть ли пары, которые отказываются от Горько? Есть пары... Пытаются отказаться. Есть пары, которые говорят, а можно поменьше Горько? Это задают вопрос ведущим. Вот ведущий должен предотвращать проблемы, а это их проблема. Штрафы какие-то для гостей? Ну, у меня был случай, то есть даже... Кто-то делает и так. Да, кто-то делает какой-то штраф, просто придумает игровой момент. Хотя это, наверное, неправильно, потому что запрещать людям что-то на свадьбе. Это как бы тоже... Мы должны это предотвратить, максимально приложить для этого усилия. Но у меня были ребята, которые сказали, мы категорично не хотим, чтобы нам кричали Горько. Я говорю, ребята, вы поймите, но 100 человек гостей... Кто-нибудь точно. Кто-то точно. Я не буду провоцировать. Я постараюсь от этого уходить, заменять, веселить, шутить, да? Вообще, чтобы об этом забыли. Но если вдруг, то... Да кто-то кричит еще и сладко, а еще и кисло. Они, дай бог, приехали. Они, дай бог, нецензурщины. Нецензурщины. У нас звонок есть телефонный. Я не знаю, по какому поводу нам звонили. Давайте выясним. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе или задать вопрос нашим сегодняшним гостям? Что это другое? Давайте с вопроса тогда начнем. Давайте. Задавайте. А, что-то я вначале задаю вопрос. Конечно. Просим. Можно мы и задать. Понятно. Я бы хотела, потому что у меня очень много друзей, и приходилось бывать у нас в ладьбах и юбилеях. Иногда я видела такую ситуацию, когда ведущий и видеооператор приглашенные, они не всегда как бы... Синхронизируют. Синхронизируют. Гармонично и синхронно работают. Вот. Поэтому я хотела спросить, как вы с этим вопросом справляете? Вопрос запомнили? Конечно. Вопрос с кому-то конкретно или нам все? Все будут отвечать, да. Я думаю. Да, Ирина, ну и конечно же, давайте мы попытаемся сейчас узнать ваш вариант ответа на наш сегодняшний фотоконкурс. На экране. Я уже забыла. Что нужно за петель? Люди с арбузами. Это, скорее всего, какая-то свадьба. Что они всем хотели нам показать? Ваши версии. Я бы уже думала, что это какой-то выпускной. А, может быть, выпускной. Ну там вроде белое платье невеста. Ну там было просто в свадебном платье. Да, на выпускной пришла в свадебном платье, репетировал. Это вполне, кстати, тенденция. Адекватно. Адекватно. Спасибо большое. Если что-то надумаете, звоните. 202-11-22, друзья. Какую веселую подпись можно к этой фотографии осуществить, сделать. Ребят, ну вот, синхронизация ведущего и оператора. Были ли какие-то такие, может быть, истории? Тут, наверное, момент такой, что на самом деле все люди, которые обслуживают свадьбу, да, так скажем, обслуживают персонал. Ну, в принципе, от нас, от всех, как от команды, зависит успех. От сферы услуг, да. Да, мы все должны, безусловно, взаимодействовать как можно идеальней, да, так скажем. Ну понятно, что если мы работаем с одним и тем же диджеем много лет, у нас уже налажено взаимодействие, он там понимает с полуслова, с полузгляда. Может даже не видеть. Да, но когда приходит, бывает, что оператор, который нанят совершенно, отдельно, независимо от твоего желания, бывают такие фрагменты, такие моменты. И нет времени толком пообщаться, да? И да, бывает и такое. И нет желания бывает у того человека, вроде ты открытый такой, надо взаимодействовать, а он вот уперся в свое дело. Тут, наверное, лучше, если как клиенту, да, то есть мы можем дать какой-то совет как ведущий, потому что мы не только ведем этот праздник, мы его и организовываем, то есть мы предотвращаем как раз те самые проблемы. Лучше это сделать совместно, побеседовав уже с ведущим, потому что он будет все равно главным организатором, и мы, как ведущий, чувствуем на себе ответственность даже за любого фотографа, который приглашен, не нами, по сути. Но здесь можно посоветоваться. Ну как ведущий, он как бы немножко выделяется, да? И на него все равно все вопросы к нему... Ну конечно, все равно ориентируется на ведущего по таймингу мероприятия. Ну, скажем так, тут готовое решение, как минимум до мероприятия, дать всей команде контакты ведущего, потому что это... Либо организовать какую-то встречу, может быть, всей командой. И как бы, да, не жалко было своего драгоценного времени, порой, может быть, действительно нужно его потратить, чтобы хотя бы вот услышать голос этого человека, уже по голосу можно будет понять, вот он будет перед тобой прям с камерой вот так вот стоять, когда ты ведешь конкурс, и снимать реакцию гостей, или не будет, потому что он тебя не должен закрывать, и ты ему не должен закрывать людей, которых он снимает в данный момент. Вообще должны это все-все понимать, но приходят с опытом отчасти. Еще хороший вариант, если у тебя, как у ведущего, да, есть те специалисты, за которых ты ручаешься, но не которых тебе просто интересно продать. Которых ты вырастил вместе с собой. И что-то там заработать еще дополнительно. Нет, а именно на разный уровень цен. Но в этих людях ты уверен. То есть тебе нравится, что ведущий, оператор и фотограф, они незаметны, но в то же время здорово делают свою работу. Ты уже можешь таких людей предложить под любой уровень потребностей финансов. Ну, опять же, вот, как слава говорит, действительно, когда мы кого-то рекомендуем, это действительно значит, что мы за этого человека потом не будем краснеть. Самое главное, не дай бог потом создать себе какое-то мнение негативное. Самое главное, всегда рекомендуем тех людей, которые вот просто так или иначе, но сделают классно свою работу. То есть беспроигрышный вариант. Есть у каждого ведущего набор из пяти, наверное, человек в каждой сфере, в каждом жанре, будь то артисты, видеографы или фотографы, вот которых просто и в агонию в воду можно бросать, они выпутаются, выкрутятся из любой ситуации и сделают все правильно и грамотно. И выглядеть будет хорошо. Потому что не только ведущий должен выглядеть. Такой можно еще, в завершение этой темы, маленький такой яркий пример. Буквально вчера вечером мне поступил звонок, свадьба, которую я вел, да, все понравилось всем, что очень приятно. Стараемся, стараемся. Но я не про себя сейчас. Другие люди совершенно позвонили, которые являются знакомыми родителей. Рекомендовали. Да, и говорят, нам порекомендовали вашего видеографа. Наши детки учатся вместе. У них в следующем году выпускной, 11 класс, мы бы хотели, чтобы он в течение года поснимал какие-то фрагменты из школьной жизни, в конце поснимал сам выпускной вечер. Ну и вы, как ведущий, конечно, ждем вас. То есть это вот результат взаимодействия, казалось бы, видеографа и ведущего. То есть видеограф правильно отснял, грубо говоря, портфолио, видеопортфолио ведущего, хотя снимал-то он в целом выпускной, да, но даже там заметили, что этот ведущий достоин. Картинка понравилась, которую он снял, в принципе, да, и, может быть, увидели, как он действовал на самом празднике. Ну да, то есть вот мной был порекомендован видеограф, с которым мне комфортно, и тут прям вот сошлись все звезды. Сошлись все звезды, да, так оно и называется. Так и должен быть. Есть люди, с которыми ты встречаешься на мероприятии, подрядчики те же самые, фотографы, видеографы, вот ты их просто видишь, и все, этого уже достаточно. Ты уже счастлив, у тебя уже поднялось настроение для того, чтобы поднять это настроение зрителям. 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, но я предлагаю еще один приз разыграть, это сертификат на прохождение квеста, на приключения от Quest Time для двоих. Смотрим сейчас на экран, видим кадр из мультфильма, если мальчики вы смотрели же, да, не говорите, не подсказывайте. Да, отлично. В общем, мы сейчас ждем вашего звонка, и если вы догадались, что это за мультфильм, звоните, 202-11-22. Вот тут Артем сказал про внешний вид ведущего. Так ли вы принципиально обращаете на это внимание, и что, может быть, хотелось бы по этому поводу сказать? Денис, нарядный сегодня пришел, все нарядились. Да, конечно, до главы оценила, уже поставила. Во-первых, знали, куда идем. Дело скорее не в том, чтобы просто быть нарядным. Еще есть очень тонкий нюанс соответствовать мероприятию. О, да. Бывали промахи какие-то? Нет, дело как раз в том, чтобы быть всегда, к этому готовым и заранее побеспокоиться об остальном дресс-коде, об оформлении мероприятия, о мнении самих заказчиков, как они хотели бы видеть ведущего. Кто в их понимании вообще ведущий? Человек в смокинговом строгом костюме, либо это человек, там, рубаха-парень, у него красная атласная рубаха, там, с афьяновые сапоги, да. Торчит одна сторона рубашки, там, одна заправлена. Ну, то есть, гламурное что-то такое. Как раз-таки заинтересованных лиц, каким они хотят видеть того человека, который будет как раз-таки консолидировать на себе все внимание. И тут мы постараемся изо всех сил, как вы видите, у нас сегодня практически такой один стиль, но совершенно разные цвета, как минимум. Вот, еще мы можем, соответственно, менять действительно строже, легче, как угодно. Бабочки, платки, пиджаки. Некоторые люди еще и прически могут менять, вот в отличие от меня. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Альден Кобачева. Ой, какая ты молодец, нам дозвонилась. Ну что, собираешься на премьеру фильма, который 9 июля выходит? Да. Ждешь? Да. Что за фильм? Очень. Что за фильм мы загадали, и, собственно, наверняка ты догадалась без труда. Да, и загадки я два. Молодец, смотрела? Да, смотрела. Скажи, пожалуйста, тебе нравятся наши сегодняшние гости? Очень. А чем они тебе нравятся? Ну-ка расскажи. Ну, во-первых, красивые, очень рассказывают, интересно. Я, конечно, немножко опоздала, и немножко просмотрела, но все равно интересно. Всегда смотрю в записях. Молодец. Вот приглашай на свадьбу их. Приятно. Очень приятно, да. Они будут еще. Трио. Трио, да. Специально для тебя. Ну, если что, как подрастешь обязательно. Постоянные зрители вашего канала, которые смотрят даже в записях. Да, сегодня повтор, если что, в 21.30. Если кто просмотрел, обязательно включайтесь. Это карные люди. Вопрос у меня. Вот смотрите, мы говорим про взаимодействие видео и так далее. Какие-то новые опции, новые технологии, новые какие-то моменты существуют сейчас на свадьбах. Я знаю, что вот тема с хэштегами началась там пару лет назад. Это было круто. Хэштег свадьбы. Сейчас что-то есть? Хэштег сейчас уже этого мало. То есть должен быть хэштег, который ты выкладываешь, и чтобы сразу фотография на инстапринтере, например, появилась. Инстапринтер, так. Инстапринтер, ну там инвайд. Фотобудки, это все понятно. Фотобудки уже, да. По видеосъемке, ну, конечно, самая крутая вещь, которая сейчас есть, на мой взгляд, чего добились. То есть не надо заказывать вертолет, чтобы снимать верхние планы. Летающий, ведущий? Нет, есть коптеры, специальные вот эти вертолетики, которым крепится целая камера с целым объективом, тяжелейшая. Он ее поднимает спокойно. И можно снимать очень классные картинки, которые, может быть, в ролике в итоге будут всего 20 секунд. Но они будут. И это будет эффект. Это самый смак вообще. Это здорово. Плюс есть краны, телевизионные даже возят на свадьбы. Если позволяет бюджет мероприятия, можно привезти огромный кран и в огромном зале снимать это все вот в движении. И сразу монтировать, да? Кстати, да. СДЕ. Сразу монтировать. И сразу даже показывать какие-то вещи на мероприятии. То есть до чего техника должна? Мы сняли интервью с гостями на Велками. Пока ведущий три часа увлекает гостей какими-то своими интерактивами. За эти три часа специальный человек уже монтирует шуточный ролик минут на пять. Специально обученный человек. Специально обученный, да. И мы показываем этот ролик уже через три, через три с половиной часа после начала мероприятия. И люди видят уже себя с красивой картинкой, с уже соналоженной музыкой. Мало того, даже на более-менее таких крупных мероприятиях, где уже есть, например, там 300-400 человек, когда все не могут одновременно видеть то, что происходит на какой-то точке, с помощью совершенно нехитрых устройств, даже с помощью айфона и точки доступа мы обеспечиваем даже онлайн-трансляцию того, что происходит в дальнем конце зала, тем людям, которые сидят на экране. И действительно каждый может уже практически вживую смотреть крупным планом все, что происходит в любой точке. В некоторых заведениях нашего города, далеко не во всех, есть даже такая опция, ну, как бы, на постоянное, в постоянное пользование. Ну, там, Максимилинс тот же самый, да, там. Там много экранов, и когда большие мероприятия, у них идет трансляция, то есть бегают операторы, снимают все, что происходит. Вот подошел ведущий к столику, там, общается с народом. Все это видят, все 800 человек это видят одновременно. Это здорово. На самом деле это здорово, потому что когда из 60 гостей 10 чего-то не видят, и им мешает какая-нибудь колонна или еще что-то такое. Ну, считай, не был на празднике. Считай, не был на празднике, правда. И я даже не запомню ни их лицо, ни их имя. И потом, когда они появятся, я могу выйти на улицу, когда там идет какой-то перекур или пауза, и я не пойму, это с нашей свадьбы люди вообще. Кто вы? Кто ты такой? На самом деле это большая проблема, но, к сожалению, не все залы строятся с нуля. Ну, я вот задам вопрос один, у вас минутка буквально остается. Вы до какого вообще момента ведущий работает, а потом выдыхается? Есть такие какие-то вот мысли? В день на прессе? Вообще нет. В общем, до какого момента? Нельзя же всю жизнь пахать вот так вот. Практика показывает, что можно. Можно? Есть примеры, да, есть примеры. Вопрос только... Наверное, такое это личное ощущение, когда ты поймешь, что может быть ты уже не тот, что пора уже, ну, честно признаться, уйти из-за внешнего вида, потому что хочется все равно, чтобы ведущий, это должен быть красивый, яркий, презентабельный персонаж, который ведет за собой массу. Да, на прокачке разбирали вопрос по поводу того, что нужно четко давать себе в каждом возрасте установку. Вот в 30 лет или там в 30 еще может быть, а вот в 40, ну, вряд ли ты ведущий выпускных. Конечно. Опять же, да, формат мероприятий выбирать. 40 лет надо переключаться, значит, уже больше на дни рождения корпоратива. На юбилеи. На юбилеи. Ведущей свадьбы ты в 40 лет еще можешь быть, еще можешь быть, но уже тоже тяжеловато, потому что свадьба, как правило, с 20 до 30. Разные понятия у людей вообще, разный смысл, разная степень. Опять же, вот, что было полезного, опять же, возвращаясь к нашей общей теме, в прокачке, что всем, ну, частично, я надеюсь, поставили мозги на место в отношении того, с кем, кто будет работать, кто кому интереснее, чтобы люди трезво оценивали каждый ведущий свои шансы, опять же, и свою целевую аудиторию, чтобы максимально соответствовать и делать максимально здорово все. Ну, я надеюсь, у нас сегодня получилось вам немножечко хотя бы донести, что же такое прокачка. Встретимся еще, поговорим побольше. Спасибо вам большое, друзья. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин